Сегодня в окружной столице состояло заседание Постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи по экономике и устойчивому развитию. В центре внимания парламентария в три темы. Создание системы верификации зеленого финансирования, проблемы водообеспечения и вопрос единого энергетического рынка в периметре азиатского пространства. В работе Постоянного комитета принимают участие порядка 90 парламентариев из 15 стран, членов и наблюдателей. На международную встречу в Наридмар прибыли представители Сирии, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Таиланда, Саудовской Аравии, Камбоджи, Турции, Китая, Ирака, Лаоса, Вьетнама, Бангладеша и Ордании. Почему заседание комитета по экономике и устойчивому развитию проходит именно в столице Ненецкого Заполярья, в интервью окружным СМИ рассказал депутат Госдумы Алексей Илященко, под председательством которого проходит встреча. Когда рассматривался вопрос о месте проведения заседания Постоянного комитета по экономике и устойчивому развитию, рассматривали разные города, и Санкт-Петербург, и Мурманск. Но, на мой взгляд, именно Наридмар дает представление о настоящей русской Арктике с ее динамикой и инвестиционной привлекательностью. Мне хотелось бы, чтобы делегаты, которые приехали сюда, своими глазами увидели город, увидели те процессы и ту динамику развития, которая существует в Русской Арктике. В рамках работы комитета по экономике и устойчивому развитию прошли заседания рабочих групп по зеленому финансированию, единому азиатскому энергетическому рынку и водному кризису. В частности, участники мероприятия обсуждали проблемы санитарии, обеспечения населения Азии чистой водой. Сейчас есть огромное влияние на климат со стороны человечества. И в целом это влияние связано не только с сельскохозяйственной деятельностью, но и с водными ресурсами, также с ситуацией, связанной с здравоохранением и вообще с ситуацией бедности, в которой проживает население. И я, представляя регион Лаоса, Камбоджи, Вьетнама, могу сказать, что мы культивируем рис. И из-за климатических изменений мы уже видим, что снижается урожайность. И если мы сейчас не начнем бороться с этими проблемами вместе в рамках азиатского региона, я думаю, в конце концов эта ситуация скажется на каждой из стран. Перед нами большой объем работы, который мы должны выполнить. И на этом пути мы должны предпринять очередной шаг. Мы должны предпринимать такие инициативы, которые идут во благо не просто отдельных людей, а на благо всего человечества. Мы должны меньше потреблять и больше думать о наших будущих поколениях. Вода, трава и огонь, они не являются чьей-то прерогативой. Люди должны сотрудничать для того, чтобы помогать друг другу и помогать развиваться странам, у которых не хватает одного из этих репутатов. Как отметил руководитель делегации Совета Федерации в делегации Федерального собрания в АПА Геннадий Орденов, к охране окружающей среды должно быть очень бережные отношения, очень высокие требования. Есть негативные примеры у наших тех же азиатских стран-соседей, когда Сирия в свое время национализировала все свои степные просторы, раздала их фермерским хозяйствам. Их начали, ну не то что, а беспредельно эксплуатировать. Сегодня там запустынивание, эрозия почвы. То же самое мы имеем на наших территориях бывшего Советского Союза. У нас у всех на глазах, вы помните, исчезло Аральское море. Это что? Это вот как раз нерациональное использование водного хозяйства. Также в рамках заседания Постоянного комитета по экономике и устойчивому развитию АПА были рассмотрены вопросы ликвидации бедности. Кроме того, в рамках заседания предусмотрены двусторонние встречи представителей иностранных государств российской делегации, и представителями окружной администрации и регионального парламента. Цели, которые закладываются в деятельность Азиатской парламентской ассамблеи, это общение парламентариев наших государств с дальнейшей выработкой тех решений, которые могут влечь в основу регламентных норм, которые будут регулировать различные аспекты жизни наших государств, в том числе, к примеру, по вопросам привлечения инвестиций в экологические проекты, так называемые «зеленые» финансовые инструменты. С помощью этих инвестиций можно запускать такие инфраструктурные проекты, как очистные сооружения, как переработка городокоммунальных отходов, как коммунальные сети и многие другие. Речь идёт о привлечении дешёвых и долговременных инвестиций в российские регионы из государств инвесторов. Решения комитета АПА будут зафиксированы в итоговой резолюции. Напомню, в состав Азиатской парламентской ассамблеи на постоянной основе входят парламенты 42 государств. Статус наблюдателя имеет 16 стран и 9 международных организаций. Ассамблея координирует усилия национальных парламентов в решении актуальных проблем современности, в том числе за счёт повышения их роли в обеспечении мира в азиатском регионе.